Здравствуйте, уважаемые любители лёдных видов спорта! А у нас Новый год! Поехали! Итак, Дед Мороз Волк И вот когда буду перевёрнут, вот в таком положении, вытягиваю номерочек Ой, не лезет И вот планер свалился, мордой в землю, очень страшно Очень страшно Вот я, оп! Класс! Опа! Номер два Тянем! Есть! Юху! Вытянула! Шесть! Макс, называй какой? Максе! Максе номерочек Один! О, а ты знал? Лови её! Скорее! Скорее! Сейчас, сейчас, сейчас! Четыре! Четыре! Цыпа, цыпа, цыпа! Здравствуйте, глубоко уважаемые любители лётных видов спорта! Вы удивитесь, почему такой антураж? Так у нас Новый год! Но, шутка, даже в Провансе на Новый год так тепло не бывает! Но, мы сегодня снимаем новогодний ролик по поводу дарения подарков! Вот эта кружка, я думаю, что кто-то в Санкт-Петербурге с клуба Sky Stream улыбнётся сейчас, потому что, как-то я был у них в гостях и идея была такая, Деду Морозу в мешок складывали, каждый сложил что-нибудь такое вот, ну такое хорошее что-то! И потом каждому вытягивали, то есть ты мог, в принципе, даже себе подарок подарить, но, как правило, не попадало. И вот кладут руку в этот мешок Дед Мороз, а им был у нас лозовой Артём. И я думаю, ну что вот мне жизни не хватает, вот чего мне хочется? Я думаю, вот бы мне кружку большую, я люблю часть из огромной кружки пить. И вот, представляете, мне подарили вот такую кружку. Вот это была прям такая случайность, и я весь Новый год радовался, как ребёнок. Поэтому мы сейчас... Какая у нас идея? А может, озвучите идею? Да, могу озвучить идею. У нас есть, да, у нас есть интернет-сообщество, полтора десятка девочек. Дружим мы уже, кроме как по интернету, мы даже дружим с семьями, друг друга знаем все, ну, очно-заочно, кого как, в общем, неважно. А так как хочется подарить подарок, удивить человека на Новый год или на 8 марта, мы придумали такую идею, что каждый дарит кому-то одному. Но вот этот один решает вопрос жеребьёвка. Значит, мы вытягиваем, кто-то один, конечно, знает всю интригу, вот, но все остальные не знают. И каждый человек знает только того, кому он дарит подарок. Это очень интересно, получить сюрприз и приятное настроение. Я думаю, компанию за 11 человек сможете найти, поэтому прямо в этот момент выясняйте компанию, не смотрите дальше видео. И набирайте 11 человек, делайте список, и потом по номерам пойдем дальше, кто кому чего. И в этом случае все получают по подарку, никто не знает от кого. И это классно, мне кажется. Генератором случайных чисел в этом случае являюсь, по сути, я, как выбирающий вот эти, ну, дающий шанс кому-то выбрать номерок. И первый способ это петух. Как это выглядит? Ну-ка, вот это вот, здесь лежит сыр. И номерочки. Наши куры едят сыр. И номерочки. Оп. Вот как ест, как ест петух, сыр. И кто жрет весь сыр? Сыр, сыр. О, есть! Лови ее! Лови ее! Лови ее! Скорее! Скорее! Где, где, куда побежала? Вон она, нет? Вон, их белые, все белые перепутались. Туся, где Альфа? Ой! Тихонько. Не, она, наверное, бросила. Главное не убиться теперь. Нету? Номерка нету? Вот вам, друзья, и контент огонь. Вон он, вон он. Вот номерок, есть, есть. О, ну-ка, друзья. Оп, номер. Сейчас, сейчас, сейчас. Четыре. Четыре. Эгегегегей. Так, ну, отлично. Первый, первый блинником. Мы прибыли на аэродром, на наш прекрасный аэродром Аспермонт, и сейчас будем готовить к полету нашу принцессу, расчехлять планер. И пока мы расчехляем, из нашей волшебной кружки вытягивает номерок Макс. Макс имеет полное право, потому что он тоже Дед Мороз, и он летал на этом планере. Настоящий летучий Макс. Ну-ка, Макс, достань номерочек. И дай тете Свете. Оп. Ну-ка. Опа! Ну, или ты сам посмотришь, какой номер. Сам показывай, какой номер. Вот. Скажи. Номер восемь, да? Скажи восемь. Макс, скажи восемь. Скажи восемь. 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 У нас следующий вариант. Сдувание бумажки дроном. Дроны в ПВ. Запускать его здесь нельзя, на территории аэродрома, но я спросил разрешение. Сейчас, в ближайшее время, никто не взлетает. У нас рация на частоте аэродрома. Летать мы высоко не будем. В общем, все хорошо. Так. Заработала ли эта штука? Ура! Так, ставим труску. Хорошо. Не хочет было, друзья, сбывать бумажки. Ура! Ура! Так, Максим, показывай, какая бумажка была. Макс, посмотри, какая бумажка дальше всех от... Эээ... Стой, 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 стой. Макс. Отлично. Дед Мороз, дрон, выдул бумажку с номером 10. Я поясню вообще, в чем суть-то. Получается, что четвертый номер дарит подарок номеру восьмому. Восьмой дарит подарок десятому. Но никто этого не знает. Я, по сути, сейчас вместе с дроном и со всеми этими пирогами генератор случайных чисел. И Макс тоже. Я хочу дожди упавлять. Хорошо. Хорошо. Мы продолжаем, друзья, и следующий номерочек будут утягивать наши славные друзья-пилоты. 都 haven't saved up money since then. Я возьму только йоги. На том числе города. 太алный счет Muchasovas! Я и Abraker даже не этого. Каких людей следует оплаты. И это называется Лоттерия. Ну и Новый Генератор. Да. Спасибо большое! Удачи! Друзья! С Новым Годом! С Новым Годом! Я не знаю как это будет, можно и упасть. Но у нас же новогоднее это самое шоу. Оно же должно быть веселым. Если я даже упаду, я это сделаю ради контента огня. Ю-ху! Ю-ху! И погнали! Попытаемся... Главное мне не убраться сейчас на асфальте, а то будут одни кровавые крошечки. Ой! Видите, друзья, если высокая скорость колесо делает вот такой воблер, может дрым-дрым-дрым. И представляете, потом по этому асфальту ехать. Не хочу я так. Не люблю я так ездить. Ну вот взлетели ребята. Фух! Я... Самое главное, что хочу сказать тем, кто планирует кататься на моноколесе, не ездите быстро, друзья. Моноколесо для этого не создано. То есть... Оно, конечно, может навалить, но... Вы фактически являетесь организмом, который передвигается в пространстве. И тормозит все участки планеты, будет он самостоятельно. И ладно, если на травку... Это не больно, на травку я падал. Я падал и на асфальт. И на асфальте очень больно, уж поверьте. Вот эти все лапы стесываются. Конечно, нужна полная защита. А если вы, например, в булочку за хлебушком, как чаще всего бывает, поехали без защиты, то едьте медленно. Вот как я сейчас, километров 10-15 в час. Иначе это будет очень больно и очень глупо. Следующий номерочек вытягивает... Моя жена Туся. Туся, ты готова? Оп! Снегурочка! Она летала на этом планере с Максом вместе. Подожди, Туся, не вытягивай. Макс! Макс летал, правда, не в передней кабине, летала в задней кабине. Вместе с мамой они летали. Вот здесь сидел. У нас была спецподвеска и так далее. На мне была сидеть парашют, Макс был пристегнут ко мне, и мы оба были в парашюте. Итак, Туся, вытягивай номерочек. Когда Рэми подъезжал, даже на вспоминание вот нахлынули. У Туся первый спортивный разряд по планерному спорту, если что. Как будто это я сейчас полечу. Она может и полететь. Итак, номерок. Макс, называй какой? Макся! Макся, номерочек. Один! О, а ты знал? Не, он увидел. Увидел? Как он увидел? Я проносил вот так, он еще не мог видеть. Один. Друзья, это вообще чудеса. Ну, вы видели, все на камере есть. Вот давайте, я даже сейчас не буду комментировать. Мне кажется, Макс сказал раньше, чем увидел этот номерок. А мы, это честная лотерея. Смешно? Друзья, ну согласитесь, веселая история. На нас наши французские друзья смотрят и ржут как кони. Потому что, ну прикольно. Новый год в октябре месяце начать отмечать. Но мы можем. Потому что мы можем. А сейчас следующий номерочек. Наш пилот-буксировщик Рэми. Рэми, попробуй взять номер. Оооо, наайс! Элевен! 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 Я победа! Элевен! Рэми сейчас поднимет воздух. Спасибо большое! Самый лучший пилот! Элевен! 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 Очень хороший пилот, летает на планере, на параплане, на самолете. Просто конь-огонь! Бомба! Это мой друг на самолете в Пальке. Сейчас он развернётся. Аплодисменты. Сейчас он развернётся. Видите, какой красавчик. Ну что, готово? Да. Поехали! От винта. И мы готовимся к взлету за самолетом. А почему мы, друзья, взлетаем за самолетом? Потому что у нас регламент на двигатель не выполнен. И мы взлетаем, на всякий случай, за самолетом. Докладывает. Покатились. Отреняет нас. Выдаем газку. Разгоняемся по полосе. Я перевожу закрылок по мере роста скорости во взлетное положение 6. И отрываюсь в самом конце асфальта. Опа! Изумительный взлет. Это намного удобнее, чем скакать по кочкам по аэродрому. Стоит всего лишь на 10 евро дороже. А удовольствие на все 100. И безопасность. А сейчас мы запишем в воздухе, как мы достаем на петле, например, номерочек. Но я не буду рассказывать, не буду вам интригу, так сказать, убирать. Мы просто возьмем и начнем. Смотрите, как будет весело. Свет, ты готова? Да. Отлично. Для набора высоты мы использовали ветер. Как вы видите, горный склон, в него упирался набегающий воздушный поток. Отбрасывая его вверх, мы за счет этого явления поднялись повыше. Значит, где лежат номерочки? Вот номерочки лежат в кружке. Вот линия с моих глаз вот так идет. Так что не вижу я этих номерочков. Ну, вы понимаете, да, что иначе смысла не было в этом мероприятии. Все на доверии и на честности. Поднимательно осматриваю воздушное пространство. У нас высоты не так много, поэтому много петель крутить не получится. Итак, закрыл их, переставляю на три. Готово? Да. Выполняем разгон. Мне надо набрать скорость 220 км в час, чтобы петля получилась с положительной перегрузкой. Так, отбой. Нет, 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 не получится. У нас населенный пункт под нами. Мы получаем. Да, я не хочу, чтобы местные жители потом сказали, что над ними авиаторы петли крутят. Поэтому мы уходим куда-нибудь подальше на лес, друзья. Это интрига. Вы видите, все в реальном времени. Я максимально сконцентрирован, чтобы не накосячить. Ответственность-то какая? Новый год. Да, Свет? Ответственность большая. Все. Огромная. Фальки вижу, который с нами летал. Все, у нас. Право. Да, свободный аэрспейс. Набираем скорость. Сейчас 220 км в час. И я даю ручку на себя. Сдаю свою положительную перегрузку. И вот когда буду перевернут, вот в таком положении, вытягиваю номерочек. Ой, не лезет. Опа! 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 Опа. Опа! 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 Скорость! Опа! 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 Постановочный трюк, друзья Вы не думайте! Опа! Везде от перегрузок у меня, к сожалению вот эта камера еще куда съезжает. все штативчики и у нас энергии полно мы можем могли бы еще один такой проходит сделать но видите уже разыграли эту штуку не знаю буду сейчас думать какой еще для двух номеров что придумать сейчас это тебя понравилось можем если что еще разочек мне тоже понравилось а может штопор сделать еще давай ну чё один маленький штопорочек держи номер два зато на что паре еще никто номера не вытягивал будет круто тебя те более типа программе положен стопор так друзья родилась идея как вытащить следующий номерочек не решено что это будет штопор сколько ты весишь да хорошо но это вопрос чтобы я знал центровку хорошо ты мне зубы не заговаривай там точно высоты хватит у тебя по программе обучения что пара должны были быть на второй день до 3 а у нас уже 4 так что очень даже пора ну чтож так камера пишет это будет видно можно будет скорости посмотреть друзья принцесс прекрасно летает ну во-первых давайте сначала перед началом этого рок-н-ролла посмотрю воздушное пространство чтоб будут и накосячили я не буду крутить штопор несколько лет ну там виток полтора то есть я делаю вход и выход просто потому что достаточно высоты мало и нам можете поставить видео про штопор там все более подробно это и в ногу правую началось вращение вот для удерживаю ручку держу-удержу-удержу-удержу отдал ручку и против вращения педали вот вы как на высоту не достаточно на вход и выход это будет сваливание на самом деле и теперь смотрите как принцесса наша себе ведет вот так засниму на маленькой скорости она летит 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 видите она никакой стопор валится не собирается причем ручку у меня вот видите но тут на упоре планер все равно летит на 80 это конечно друзья как это говорит бубль бум шляхер это штука крайне надежная ведь вот она вот ручка я вот не вруют я держу и на упоре смотрите и удерживаю держу-удержу она дальше не идет планер вот только вот он начал опускать какой-то крылотом и так далее чтобы он свалился друзья нужно во-первых приготовиться чтобы я в момент этого штопора вытащил эту штуку вот я сейчас давлю-давлю-давлю-давлю-давлю-давлю-давлю-давлю-давлю-давлю и даю правую педаль о мне не получилось ним не зашел сейчас еще разочек завешиваю задираю нос давлю и дай правую педаль до упора вот планер свалился но мордой в землю очень страшно вот я оп и дай правую педаль до упора вот планер свалился мордой в землю, очень страшно. Вот я, оп! Ну, это не штопор, друзья, я сразу отпустил, но это было настоящее сваливание, но просто достаточно низко. И вот номер 3. Номер 3. Вытащенный на штопоре. Держи. Новогодний штопор. Тебе как, понравилось хоть? Супер. Ну, бесстрашная женщина вообще. Я? Да. Огонь, да. Забирай ручку, лети в гору. Болитый. Ну, я же должен показать, что у меня в гору уже летать. Друзья, Светлана первый день боялась летать в гору. Скорость поставь 130-140, чтобы я не боялся. И она сейчас уже смело летает в гору. Если первый день это было, как бы, очень страшно и очень непонятно, и непонятно зачем. А как потом? А? А потом пойдем направо, посмотрим, есть на такой высоте восходящий поток или нет. Я думаю, что вы скорее всего на посадку пойдем. Уже направо? Подожди еще нет. Еще рано. Я тебе скажу, когда. Рано, рано. Терпи. Можем. Терпи, терпи. Я тебя страхую, если что, друзья, ручка-то не у меня. Приготовить. Спокойно, спокойно. Жмем, ждем, ждем, ждем. 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 И направо поехали. Плавно, спокойно. Педаль не забываем правую. Убираем крен, чтобы вдоль склона лететь. Давай, давай, убирай, убирай. Ручку влево. Я взял. Немножечко подправлю. Ну, по крайней мере, друзья, Витя от склона отвернула. И сейчас будет вдоль склона высоту набирать. Готова? Ну, да. Отдал ручку. Да, да. И все. Я так и лечу вдоль склона? Да. А я сейчас бахаюсь? Нет, ты поверешь направо и не бахаешься. Давайте, убирай. Расскажи пока параллельно, как тебе обучение на плане? Нравится? Обалденно. Правда, не сразу. Ну, время надо, чтобы поймать. Ну, супер. Вот. Для бесстрашных женщин то, что надо. У нас последний номерок остался. Ну, вот. А Светлана вот так вот вдоль склона двигается и использует энергию ветра для того, чтобы держаться в воздухе. И это она уже делает на четвертый день обучения. Собственно, мы летаем сегодня четвертый. На четвертом часу? Ну, да. Мы с ней летаем исключительно по часу. И часть времени летаю я, конечно, часть она. Но, видите, вполне себе справляется. Держит скорость 120, подворачивает к склону. Ну, конь-огонь. Ой, ну, в смысле, не конь-огонь, это... Да ладно-ладно, конь. Не культура, не культурно будет по-другому. Не скажите, кобыла-огонь. Вот. Лошадь там, как там... Коняка. Коняка. Да. Вот такой у нас, друзья, веселый полет. И нам остался один-единственный номерочек. У меня в голову вообще не приходит, как его вытащить. Сейчас буду думать. Да я, блин, богиня. Да ты... Да? Да, несомненно. Ты молодец. У тебя прогресс реальный. Вот на четвертый день прям... Ну, вот как щелкнул. Может, тебе надо было петлю и штопор сразу сделать? И тебя бы попустила. Не, на самом деле я стала немножко понимать вот как он... Вот эту инертность. То есть, как крутить ручку. Именно, именно. И поэтому... Чуть-чуть подождать. Да, у Максима это получилось вчера. И подавидела, какой он был позитивный весь день. Весь вечер. Светился яки солнышко. Даже бутылку кальвадоса купил. Да, да. Мы ее не пили, друзья. Мы отметим торжественное окончание наших курсов. Они такие осенние, чуть более короткие, чем... Бывает это летом. То есть, 4 летных дня. Но 4 хороших летных дня осенью тоже очень даже неплохо. Как правило, здесь у нас получается 5 летных дней, 6 летных дней, 7 летных дней. Ну, вот иногда 4. Но зато какие. Огонь, тебе понравилось? Супер. Шикарно. Ну и посмотрите, как получается. То есть, я сижу, получаю удовольствие от... Так сказать, держу кружку, готовлюсь к... Птичка слева. Птичка слева, да. Готовлюсь к нашему следующему номеру. Что вы знаете о невесомости? Невесомость это когда что-то ничего не весит. Если вы выпрыгнете из самолета, то первые несколько секунд у вас будет ощущение невесомости, потому что сила тяжести будет заставлять вас падать вниз, и у вас будет невесомость. Потом вы наберете скорость, и за счет окружающего воздуха он создает сопротивление, вы опять начнете весить и взаимодействовать с воздухом, и достигнете скорости где-то 250 км в час. Это будет равновесное состояние. Кстати, в грозе, например, если хорошая сильная гроза, восходящие потоки бывают выше 250 км в час. Энергетика. И парашютист, например, выпрыгнувший вверх шуни грозы какой-нибудь, может, в принципе, вот так парить. Висеть и не снижаться. Как можно сделать невесомость в плане? Это очень просто. Ну, во-первых, можно, конечно, перевернуться вверх головой, сделать петлю, петлю с разгрузкой, и в этом случае получить в верхней точке невесомость. Ну, я это не люблю, мусор летит всякий, и вообще планер хуже контролируется, поэтому я люблю невесомость делать другим способом. Но вот будем смотреть, вылетит наш номерочек сейчас или нет. Я в этом случае разгоняю планер, получаю небоскорость, делаю горку вверх и отдаю ручку, чтобы... У-у-у-у! Ой! Так. Слушай, ну, во-первых, я не рассчитывал, что рация вылетит. Правило простое. Нужно... Запасная рация лежит. Все предметы было закрепить. Я закрепил телефон, прикрепил. Рацию я расчалил бедром. Но пока я тут с вами общался, бедро ушло. И, видите, рация таки взлетела. Вместе со всем мусором... Так, но в кружке номерка нету. Да, вот смотрите, друзья. Возьми управление, пожалуйста. Полетай по кругу, пока я тут буду все искать. Просто над холмом, да? Да. Значит, в кружке ничего нету, невесомость. Но была легкая, отрицательная перегрузка, скажем так. И теперь ищем наш номерок. Вот эта бутылочка, сами знаете, для чего. Это очки. Это очки. Да, проводочки. Ты в левый разворот делай. О, ягодки. Так, все в кружку назад. Чувствую, я где-то здесь должен быть номерочек, судя по... Если на камере запись просмотреть, то, я думаю, можно и номерочек-то найти. Ну вот, друзья. Интрига останется до посадки. Я не знаю, где номерочек. Мы можем, конечно, еще раз на весомость устроить. Давайте. Как это? Елочка, зажгись. Может, я вот сейчас точно расчалю радиостанцию. Так, рукой возьму кружку, чтобы она не заехала в фонарь. Я взял управление. Да. Разгоняемся до двухсот. Нос вверх и создаю перегрузку. Ну, в смысле, опускаю нос, чтобы вот... Номерочек нату. Нет. Ну, что ж такое-то? Номерочек, елочка, зажгись! О! Есть! Я его видел. Я его видел. Засранец. Возьми управление. Куда-нибудь рули. Ну он же был тут. Не, ну наполнился. Друзья, ну как так? Ну вы же видели, летел. Сволочь. Мистика какая-то. Номерок летел. Я его визуально наблюдал. Может мы на видео вычислим его, что на нем было написано. Фух, ладно. На этой оптимистичной ноте идем на посадку. Вот наш аэродром. Стоит самолетик, ждет нас, чтобы затянуть нас еще раз. Попутный ветер на посадке. Вот, я сейчас выхожу на торец. Где? Ёбстудей. Перелетим. Вот, друзья, долбаные грибняки. Масшедшие люди. Вот так делать нельзя. вот они как растут на аэродроме смотрите раз шампиньон переверни да это шампиньон макс не вот так можно походить этих шампиньонов набрать вот так делать нельзя слушай их совсем ведь не видно было сверху то что я полосу смотрел не было видно никогда так не делайте как делают эти люди потому что ну вот зрение человеческое но я вижу хорошо достаточно я полосу осмотрел то есть я посмотрел нет ни самолетов ничего но люди вот посмотрите вот вот они там сейчас убегают с аэродрома люди сливаются то есть они цвет если по ней хотя бы яркие одежда отделя у них цвет такой же какой этого поля вот и все а планер не слышно ну вот это полный маразм взять и сделать вот так вот нормально нормально вопрос молодец что ты заметила и я бы заметил в позже не видишь обзор то немножко скрывает можно снимать реквизит как же жарко было друзья хорошо хоть шортах перед окружка друзья сказать какая теперь у этой кружки история если кто-нибудь и вздумает уронить и разбить я даже не знаю что с ним сделаю кружка я же уже потрепанная но очень дорогая подарок от деда мороза ой оба да вот он номер 7 друзья нашелся погода бомба контент огонь с новым годом и ну и и и и и и